Добрый день, друзья! Кое-что очень интересное происходит. Сначала в топе новостей Яндекса появилась новость. Губернатор Иркутской области Левченко такой-сякой поднял себе зарплату аж на 44%. Естественно, это очень резкое поднятие. Было у вас, например, 50 тысяч зарплаты в месяц, осталось 72. Очень не слабая прибавка. Но губернатор-то точно не 50 получал, 1400. 400? А если к 400 прибавить еще 44%, то будет 580 тысяч. Что же это за губернатор-то такой наглый? Еще из КПРФ ничего себе коммунист. Вот именно такой реакции от нас и ждут продажные журналисты. И до сих пор уже пятый день эта новость висит на Яндексе, хотя уже другая формулировка. Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату. И опять же, большинство людей спешит, просто читает заголовки, идет дальше и делает выводы. А мы остановимся и вчитаемся. Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность губернатора Иркутской области, с 18 900 рублей на 27 200 рублей. Так речь идет-то не о зарплате, именно о голом должностном окладе. Вместо 19 тысяч будет 27. Зато какой заголовок! А другие 90 губернаторов нашей многострадальной матушки России, видимо, себе ничего не прибавляют, не повышают. С чего бы это вдруг именно на Левченко покатили такую волну? Новость висит в Яндексе пятый день под разными формулировками. Друзья, я сейчас обосную, что именно губернатор Иркутской области по-настоящему народный губернатор, который знает, что и как делать и умеет управлять регионом во благо жителей. Он является ориентиром для всех нас. Чиновник может не только воровать и разрушать, но и созидать и работать. Естественно, такие люди этой системке невыгодны. И уже полгода на Левченко постоянно набрасываются журналисты. Конкретно сейчас на него осуществляется массированная атака. Из Москвы к нему едет сам вице-премьер Мутко, который должен унизить Левченко и обосновать для Путина его скорую отставку. Кремль боится, чтобы Левченко не пошел снова на выборы, в которых может еще и победить. Давление колоссальное. Прошу максимальной поддержки. Пишите длинные комментарии. Руки прочь от Левченко. По факту, то, что мы наблюдаем, очень похоже на то, что делается с Грудининым. Вот заголовки. Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении хуже любой бабы. Профсоюз врачей возмущен попыткой Грудинина оспорить инвалидность экс-жены. Что происходит с мужчинами? Известные россиянки осудили иск Грудинина. Я полагаю, друзья, у вас нет сомнений, зачем публикуются подобные продажные статейки. Как и Грудинин, Левченко работает на людей. Пройдемся по фактам. За 4 года на 60% вырос бюджет области. В 3 раза поступление в казну от лесного комплекса. В разы возросли объемы строительства и ремонта социальных учреждений. Школ, больниц, поликлиник, детских садов, сельских клубов. Намного больше, чем прежде, уделяется внимание развитию массового спорта, поддержке культуры и искусства. В Иркутской области самое дешевое электричество в России. Всего рубль 11 копеек киловатт-час. В сельских районах еще на четверть дешевле. Это в разы меньше, чем даже в соседних регионах, даже так же богатых электростанциями. Вот кусочек из его интервью. При этом область была в чемпионах по задолженности по заработной плате, которая достигала 300 миллионов рублей. Власть должна была работником всех сфер деятельности огромной деньги, которую могла выплатить лишь в течение нескольких лет. Как люди тогда выживали, никому не было интересно. Мы были в лидерах по таким болезненным вещам, как наркомания. Я помню, в выборный период 2015 года на видных местах в Иркутске висели баннеры и плакаты. Сергей Георгиевич, спасите нас от наркомании. Нельзя, работая в должности руководителя региона, допускать, чтобы бюджет был известен нескольким человеком в правительстве и депутатам. Как только мы прозрачность навели, бюджет увеличился с 97 миллиардов до 213 миллиардов. Вот он результат, когда становится все людям понятно. За такие успехи Левченко прочат одним из кандидатов в преемники Зюганова. Поэтому есть версия, что даже КПРФ выгодно слить губернатора под любым предлогом, пока о нем не заговорила вся страна. Друзья, а мне кажется, мы должны о таких успехах говорить. Более того, все местные чиновники, даже ядросы, вынуждены защищать нормального губернатора. Руки прочь от Левченко. Публичное обращение мэров муниципальных образований Иркутской области в поддержку Сергея Левченко обернулось настоящим скандалом в региональном отделении партии «Единая Россия». Среди подписавшихся оказались мэры-единороссы, которых вроде как псевдо-независимые аналитики относили к бойцам Сергея Михайловича Сокола, а некоторые из них даже избрались в этом году и попали в статистику, на основе которой появилось известное высказывание Торчака «жахнули». По нашей информации, некоторым мэрам позвонил лично Сокол и попросил отказаться от подписи в защиту Левченко. Результат оказался отрицательным. Пока технологи Сокола через подконтрольные СМИ раздували фейк о том, что мэры не подписывали никакого обращения, кучка смелых пополнилась еще четырьмя фамилиями, а из подписавшихся никто от своей подписи в реальности не отказался. Сама тема о поддержке губернатора уже вторые сутки находится в топе регионального Яндекса и явно мозолит глаза архитекторам досрочной отставки. Говорить о том, что мэры находятся под давлением красной машины и вынуждены защищать губернатора-коммуниста сейчас ну никак нельзя. Скорее наоборот, им выгоднее предать Левченко. Именно поэтому в региональном отделении Единой России не поняли, что же на самом деле случилось. Да, друзья, как только в стране придет нормальная власть, многие жулики переобуются не только потому, что хотят дальше воровать. Такие просто свалят в любимую Европу, где уже все у них готово. А потому, что сами не слишком рады такой жизни. Послушайте, что пишет Тамара Климина, член ЛДПР, который тоже защищает Левченко. Сегодня журналисты СМИ мне задают вопрос, почему я подписала письмо в защиту губернатора. Ведь он же вам устроил жесткий прессинг, сразу после того, как вы вступили в должность мэра усть-кутского муниципального образования. Долгое время губернатор не подписывал вам допуск к секретным документам, и на основании этого прокуратура подала иск об отстранении вас от должности в интересах неопределенного круга лиц. Почти год длилась эта судебная история. А сколько проверок областной прокуратуры было направлено в ваше муниципальное образование? А вспомните 2016 год, когда к вам направили комиссию во главе с Кондрашовым, опять же для снятия вас с должности в связи с неисполнением полномочий и потушению пожаров. Как вы теперь могли подписать письмо в защиту губернатора, который вас преследовал несколько лет назад? Признаю, что все вопросы верные, и ответа у меня на них четкого и правильного нет. Наверное, все из-за того, что я слишком прямолинейный человек, и порой высказываю то, о чем можно говорить только на кухне и в очень узком кругу. А таким людям в политике места нет. В политике нужно говорить одно, думать другое, делать третье, в глаза говорить комплименты и широко улыбаться, а за глаза мочить и плеваться ядом во след. Политика не для порядочных людей, но почему? И здесь есть люди с глубокими, правильными моральными принципами и врожденной порядочностью. Но чтобы проявить эти качества, нужна железная воля и бесстрашие. А вот таких уже мало. Потому и живем как поганый люд, в интригах, в сварах, сплетнях и закулисных скандалах. За ведро помоев на сайте Бабар не так уж дорого берут. Так почему бы его не вылить? Для меня самый главный критерий, по которому живу, справедливость. Любое понятие относительно, но у всех людей есть понимание, что хорошо, что плохо, что справедливо, что нет. У всех. Но это понятие не работает в политике. Власть и деньги любой ценой. Причем здесь справедливость? Так вот, подписывая письмо в защиту губернатора, я думал лишь о том, что важно справедливо оценить его работу. Признать, как много сделано за эти 4 года. Отметить, что очень комфортно работать с правительством. Нас слышат, нам помогают. Может, не все и не всегда получается, но только потому, что многие законы у нас работают больше во вред, чем на пользу. Усть-Кутский район в этом году здорово горел. Пожаром охвачен был Таюрский заказник, труднодоступный для тушения леса. Каждый день на селекторе в первой части обсуждалась ситуация в районах, пострадавших от наводнения, и затем, как говорил губернатор, начинаем вторую серию – пожары. Ежедневный селектор очень похож на хронику военных действий. На каждом селекторе я просил у губернатора помощи для борьбы с огнем. Он, совершенно измотанный ситуацией с наводнением, моментально отзывался на мои просьбы. На тушения были направлены вертолетами на обороны, МЧС, сотни бойцов из Челебенского центра МЧС, по ХС почти со всех районов области, и мы смогли отстоять огромные территории от пожаров. Непростое было лето. Пол области тонет, другая половина горит. Не уверена, что кто-то другой мог бы справиться с ситуацией лучше, чем Левченко. Мне кажется, друзья, когда такое говорят политические оппоненты, которых ты административно прессовал буквально недавно, это лучший комплимент из всех возможных. Руки прочь от Левченко, Мутко. А на это у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Только вместе мы сила. И да, теперь у нас есть и группа ВКонтакте, и Телеграм-канал. Ссылки найдете в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду и помочь нормальным политикам отстраивать нашу страну. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok